или это или это потом так, сейчас я говорю да, 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 говори, 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 говори здравствуйте всем и снова субботние субботние посиделки воскресенье да, субботние посиделки, правда, воскресенье и наши очередные встречи у Влада банные посиделки размышления о дзю, о до о боевых искусствах и разном да, и представиться и представляем, ну уже знают Влад, Рустем Роман, Алексей Иван вот такая у нас сегодня компания Алексей и Иван первый раз в нашей видеостудии нет, в рассуждениях наших, в беседах первый раз первый раз вот поэтому обычно тему какую-то я задаю, да? необычно, а всегда нам не разрешают буду знать тема, тема дня хорошо я вот думал, думал и вот что я придумал сегодня мы просто каждый кому хотите задаем любой вопрос вы сами мы сами как бы вот ты, Рустем можешь задать любой вопрос кому угодно из нас присутствующих а кому-то задашь этот вопрос на любую тему попробует ответить что-нибудь да но здесь у Ивана было желание непродалимой силой чай заварить ну вот как-то надо чтобы было это видно все так, друзья что-то я только себе заварил нет-нет-нет готов чайная церемония да идёт идёт я, да я на камеру работаю ну что, пожалуйста кто я готов задать вопрос Роман Георгиевич вот так вот что нас тебя разрушит безучий заказ ну давай, давай нет очень-то нет значит, у меня есть информация да, Роман Георгиевич что вы принимали активное участие в суде как фильма как он назывался иммунайд почти жесть, король да 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 удалась 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 наш этот, значит вариант любовь в большом городе ааа ну это есть любовь в большом городе она так и называется да, вторая часть снимается снимался в этом фильме серьезно? а чего ты не рассказывал? третий гриф четвертый гриф у наших составлен я говорил, что будет сюрприз как его с сегодняшним президентом Украины Зеленским с Ефремовым с задорожной Катей незаметно мне на них на тех ну как бы все равно с Дмитриев Саша да вопрос собственно говоря как у вас туда угора все просто опыт съемок в фильме такой сижу звонок раздается по телефону здравствуйте мы снимаем вас беспокоит из команды съемки да подбор актеров у нас фильм вот такой-то ну а я откуда знал какой-то фильм как бы особо не но первую часть я даже не смотрел у нас значит по нашему значит проекту главная героиня это задорожная играла такая вот актриса Настя задорожная да она играла там мы хайпанем потом на это дзюдоистка дзюдоистка и нам нужно собрать команду мужскую и женскую дзюдоистка а у вас вот клуб дзюдо вы там туда-сюда и так далее я говорю ну ладно попробую а меня это зацепило ну я конечно рад я собрал команду женскую дзюдоисток 7 человек кажется было и команда ребят 7 человек меня кстати ты почему не позвал а я не знаю почему я тебя позвал наверное меня не позвал а может быть я тебя зацепил а у меня на черный у меня есть у меня не позвал а под женщин было только 7 человек и вот так я попал на эти съемки мы снимались где то наверное около недели каждый день но на самом деле сам в этих съемках мое присутствие только пару секунд то есть много было снять а пару секунд но он был интересный опыт так сказать и увидел актеров вот этих, которые сегодня которые как бы в последнее вот эти время очень известны. И не только в связи с... В инсправационном пространстве. Я, кстати, буквально год назад мне раз попадает в моем, ну, этого Google Photo альбом, да, ну, воспоминания, да, прошлых лет, раз выпадает. Вспомните, как это было. Бах, фотографии, я стою с Зеленским. Ё-бля, я... И меня только осенило. Так это же человек стал президентом Украины. А я до сих пор тренер. Такого не может быть. Бизнес-идея. Продавать фотографии с автографом. Коллег не бросают. Ну, в общем, Ефремову учил там, так как я был как бы руководитель этой вот джудаистской группы, я учил его, как правильно там говорить, хаджиме, там, ате, там, ипон, и так далее. Но опыт хороший. Любовь в большом городе, вторая часть. Опыт хороший, интересно было, как вообще фильм снимается. Режиссером, кстати, этого фильма был Болгарин, и мы с ним там тоже поговорили на эту тему, потому что я уже тогда тоже в Болгарии был связан. Но опыт во всех отношениях, и в том числе как обманчив вот этот индустрия кинематографа. Я-то как, я-то на Макасе, но Макасе это доверие, я-то на доверие, но позвонили, да, без проблем я говорю, ну, они говорят, все, мы вам оплатим, и так далее, но, короче, в результате ничего не оплатили. То есть, телефон был недоступен, вне зоны действия сети. Но благо, я каким-то образом смог выплатить, найти деньги только для девушек. То есть, я в последний день собрал для девушек и часть для ребят. Часть. А то ты сам оплатил вот эти вот... Нет, вот этот вот человек, который там делал вот этот, ну, как это называется, подбор актеров, кто занимался там, директор по подбору актеров или четвертых грибов он там составил. Ну, ты кинул? Ну, не то, что кинул. Видимо, это не кидал его, а просто это было, так сказать, по сюжету. Это такая схема. Схема кинона. Я потом не смог дозвониться, и все, и в этом попался. И это было... Благодаря этому мне еще раз звонили через много лет и опять предложили некие вот такие оказательные услуги. Но мой ответ был такой, что я сразу сказал, что я очень рад. У нас есть опыт уже. Вот мы снимались так. Я подбираю хороших актеров второго плана, так сказать. И мы... Все, вы можете посмотреть. Две секунды в кадре. Целых. Целых две секунды. Но я им выставил просто... Я говорю, оплата. Сразу... Значит... То есть вы сейчас оплачиваете, я подбираю. И потом так. Все. Я сразу им сказал. В результате отбой. Супер. Отбой был. Все. То, что мы говорили. Да? Да. Мы, короче, опрокинули. Нет. Нет. Он не дал себя обмануть. Опыт. Я как бы из-за этого опыта я понял, что мне надо сразу взять деньги. Я же не за себя волновался. Мне передвигло. Блин. Мне обидно было передвигло. Я вот этим ребятам. Но обязательно... И Дмитриеву, Саше, и сам. Я им... Нет. Я сам им не отдавал. Я просто им пришел и сказал. Ребята, вот это все, что у нас есть. Вот мы вот вам, я отдаю. Вот все. Вот. Я буду дальше пробовать добыть деньги для вас еще и для себя. А Саша Блитрюк, кстати, сейчас где? Он в Анапе. Вот мы поедем. Он там работает. Вот мой ответ на ваш вопрос. И еще короткий вопрос, Роман. Где и как, в каком качестве, скажем так, находился твой клуб в момент предложения из кино? Мы тренировали как раз вот в Биберево. А там же, где мы познакомились? Нет, не в Маркс Моле. Это было в другом зале. Ну, тоже район, да? Да, а я всю жизнь в том же районе, да. Мы вот с Лехой начинали в 98-м году в этом районе. Даже собственник компании Маркс Мол не смог. Знает, что Рома теперь всю жизнь в Биберево. Да. Вот. Так что вот мы начинали там, и поэтому вот, а видимо, это так как-то крутится. Я, кстати, по поводу этого, если не брать киносъемки, приезжали в телекомпания Голландская снимала интервью со мной на тему. Кстати, знаете, на какую тему снимали? На тему... Сейчас. Тогда как раз было это модно, и все искали вопрос. Who is Mr. Putin? Помните такой был вопрос? Кто такой? И ко мне приезжала голландская телерадиокомпания и задавала вопрос вообще, как вот я джеджейский, и как я думаю, насколько, помнишь, мы обсуждали как-то эту тему, влияние боевых искусств на вообще сознание и вообще на человека. Ну, если тебя сейчас спросили, who is Mr. Putin? Ты бы, наверное, уже по-другому... Ну, это уже трудно. Ты мне хочешь вопросы задать? Нет, я не хочу. Я тебя провоцировать не хочу. Вот. Нет, вопрос может другой. Я просто говорю, что... Сесть не должен никто. Я просто хочу сказать, что... Садитесь, пожалуйста. Я хочу сказать, что... То есть, снимали, приезжали. То есть, это был опыт кино, а так снимали. Еще какая-то телерадиокомпания... А! Ко мне приезжал, да знаешь, кто? Саудовская или арабская какая-то телерадиокомпания тоже снимала сюжет. Что-то интервью брали, там, взяли. Ну, как-то интересно было. Но я эти сюжеты не видел. Ни разу. То есть, я... А где деньги? Нету. Вот. Как где? В мешках, Алексей. Кто хочет, кому вопрос задать? Ну, первое, в ответ ему задай какой-нибудь. Все переваривают мою кинематографическую... Нет, нет. Нет, один сказал, почему не позвал, второй. Я бы тоже был... Ну, вот. Рома, мы всегда были компоненами. Где моя доля? Алексей, слушай. Ты слушал не внимательно этот вопрос. Нет, подождите. Ну, не было темы такой, что все задают мне вопросы. Не такая тема. А ты не огранишь его? Нет, он в этом ответе уже ответил насчет доли. Нет. По идее, ты... Хорошо, у меня есть вопросы ко всем. Можно? Конечно. Ко зрителям, к вам вопросы. Ко всем, да. Ну, его можно расширить. До скольки лет каждый из вас был счастлив бы прожить? Или, другими словами, сколько еще дней вы хотели бы счастливы прожить? До 205. И когда вы бы приняли бы достойно, с благодарностью, свой час ухода из этого мира? Ой, серьезно, ты такой, блядь. Да, вопрос хороший, но некорректный. Я до 205 есть. Да, ладно. Дней, да? Не, пошло. Он в днях измерял. Не, а что ты в днях? Ладно, говоришь. В 200 дней мало. Давай 50 лет. Почему лет? Переведи в дни это. В дни, в дни скажи. Он в днях измеряет. Не, не, можно в годах. Он не сказал в днях. Он сказал? Нет. Он пересчитывает все. Он сказал, но он уже не знал. А, не знал? Ну ладно. Ну, в годах. Не знание не освобождает от ответственности. Не, но тем не менее, если есть возможность... А сколько ты уже прожил? 48. А помнишь себя со 40-х лет? Ты уже, кстати, любит вопросов из черпал. Типа откликнулся. Детский зад какие-то, конечно... Не подождите, не перескакивайте, ребят. Ну, давайте по-нормальному, реально. Был задан вопрос. А началось, Влад, ты не надо перескакивайте. Вы знаете, опять задать вопрос, ответ. Он 250 сказал, я слышал. Все, 250 лет. Я хотел в ней перевести, но не смог. По мотивации. Почему 250? Ну, хотелось бы, ребят, просто так вот одну цифру услышать, да? Ну, он сказал 250. А, ну, хотелось бы, чтобы это был все-таки расширенный ответ. Ответ философа и мудреца. Окей. Хорошо. Ты такой, ты сомневаешься во мне, да, Влад? Не, я то ли ты философ, то ли ты мудрец, как я знаю. То ли пьяный дурак. То ли долгожительный. То ли долгожительный. Приводнов. Хорошо. Итак. Чего хочу? Хочу. Максимально, максимально. Ну, цифру назвал 10,50. Ну, потому что, ну, просто так назвал, да. Ну, то есть, много. То есть, много. Да, много, много. Хочу максимально долго. Вот, недалее, как вчера был на соревнованиях, испытывать вот эти эмоции и воспитывать вот этих вот дураков. Ну, да, пусть они там, они неблагодарны и, может быть, и отвалятся. Но вот эти эмоции получать максимально, максимально, долго, когда финаль, там, он борется, выигрывает, проигрывает. Проигрывает даже больше эмоций, чем выигрывает. Тогда. Да? Вот это хочу. Да. Да. Очень долго, очень долго вот это испытывать. Испытывать, когда они приходят, смотреть на них. Ну, получается, как, бомбелёнышем, чтобы быть, ну, вот от их них вот этих вот, он сейчас выиграл, а завтра придёт на тренировку такой весь довольный, радостный. А я от него. Иди ко мне. Покайфуй. Обнимайся-ка. Да, я делаю. Да. Ну, вот когда там девочка там в России выиграла, приехала, такая вся в сопрях, ко мне обнимается. Ну, по большому-то счёту понятно, что она выиграла. Ну, я там какую-то руку приложил к этому, а эмоциями она делится со мной. Вот здесь ключевое слово, получается, эмоция. Да. Хорошо, услышим. Ваня, да. Значит, для меня вопрос, сколько прожить, ну, наверное, пока не стоит, да, там, наверное, я себе какие-то временные рамки не ставлю, потому что, может быть, я умру прямо сейчас, может быть, я умру прямо завтра, а может быть, через сто лет. Вот. Я поддерживаю здесь Алексея. Для меня, значит, больше не столько времени, важно, да, сколько времени я проживу, а как качественно я проживу это время. Для меня качество жизни – это вот хорошая компания, хороший чай, значит, своё саморазвитие, да, там, наверное, постоянное. Плюс это тренировки, да, дзюдо, ну и, соответственно, тренерство, да, сейчас начал заниматься. Буквально 10 февраля – это делиться своим опытом с подрастающим поколением, да, в этом есть определённый кайф, причём я даже пока не знаю, какие будут, ну, поскольку у меня нет ещё своих воспитанников, да, которые доросли до соревнований, я пока даже не представляю, какие я буду испытывать эмоции, да, ну, пока у меня даже такой задачи нет. У меня есть задача, значит, сделать человека, да, там, даже маленького человека здорового. Это есть. Я могу корректировать, да? Мы можем общаться, мы уже общение живём. Ну, я думаю, что есть небольшой маленький процент лукавства в твоём ответе, потому что, и я всё время говорю родителям, здоровый человек, самое главное – здоровый человек, но когда ты вот этот кайф ловишь, когда твой воспитанник поднимается на пьедестал и выигрывает в финале, ой-я-я, мурашки в окоши, и, видишь, ты сейчас таскал, ну, всё правильно. Нет, это в любом случае, да, как родитель, как будущий тренер, наверное, пока ещё не застояв, и всё, там, начинающий тренер, я это понимаю. И это, ну, один из смертных грехов, опять-таки, гордыня называется. Нет, это не имеет никакого отношения к гордыне. Это гордыня. Ну, абсолютно. Я... Нет, подожди, ты гордишься, или ты просто испытываешь радость от поделанной работы? Да, я испытываю радость, да, я испытываю радость, конечно, то, что он там выиграл, но это гордыня. Нет, гордость и гордыня – разные вещи. Нет, это гордыня. Ну, это уже другая тема. Я, нет, он выиграл, он выиграл, а я же его тренер. А кто? Так я же его подготовил. Ну, мы тебя сейчас это, примем, примем. Не волнуйся. С кого ты так сгибалил? Сейчас мы твою гордыню, Лёха. Если на счастье, сейчас... И в игру вступает номер три! Влад Макаров. Я первый, да? А водки можно мне выпить? Это шутка. Это шутка. Боржоми. 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 А что хочешь, что я делаю, Алексей? Что хочешь? Хохолат только. Не упал. Ну, чего? Пойдемте парить. Нет, нет, нет. Пусть ответит на вопросы, я отвечу на вопросы. Ну, давай, ты отвечаешь, да? Или я? Ты давай. Давай, к нам нужно, сабумага. По очереди. Мы с Романом, я так благодарен ему, ездили в дыше. И там вот Шифа, да? Шифа. Шифу. Шифу. Он такой классный, я там его на цитаты разобрал. И он говорит, такая фигня, говорит, случилась. Говорит, не поймешь. То ли, говорит, новая жизнь наступит, то ли новый вдох. И мне так это понравилось. И поэтому вот этот настрой снимает вопрос этот. Сколько ты хочешь. Опять. Леша сказал, я хочу качественно прожить. Как можно дольше. Но качественно. То есть, где, понимаешь, о чем мы говорим? То есть, Иван как бы дополнил, сказал, мы не знаем, сколько там. Сегодня, завтра, послезавтра там. Но опять, качественно. И вот я бы за это, за качество выпил. Я бы выпил. Не, подожди, мы не тост. Хороший тост. Как можно тост назвать. Ага. Так. А что касается меня. Подожди, а я не понял ответа Влада. Ну, я прошу прощения. Мне понравилось. Или новая жизнь, или новый вдох. Нет, это тебе понравилось. А какой твой ответ? Твой ответ. Сколько ты хочешь прожить? Потому что тебе нравится, не нравится, я понимаю. И ты добавь еще там, сколько прожить и... Ну, сколько прожить или... Вот сколько еще дней и чем наполните? А ты там что-то еще сказал? И как вы хотите что-то такое, что... Нет? Ты не говорил? Я говорил, но это уже сейчас не важно. Не важно. Ну, ладно. Ну, вот так вот он понял твой вопрос. Ну, подожди, это он уже сказал. Мне нравится. Влад всегда так говорит. Мне не нравится. Я стабилен. Да, мне не нравится. А вот какое твое мнение? Вот к чем? Сколько... Понимаешь, два с половиной назад я чуть не умер. Потом мне мать сказала, что я не умер чуть еще тогда. Вот когда маленький был, сколько там, нет? Три года было. Там гной пошел просто наружу, а мог бы в мозг. То есть мне время подарилось, допустим. А сейчас мне подарилась моя жизнь, скажем так, тоже. И как ты ее проживешь, от тебя зависит. Не от обстоятельств. То есть ты делаешь, что хочешь. Ну, круто вообще. И поэтому вопрос, сколько ты так... Да сколько дадут, столько и будешь там. Но опять, Ваня тоже говорит, можно как бы чудить, но тогда как бы законы никто, природу не отменял, социальные законы. Понимаешь? То есть можно в рамках жить, опять скучно в клетке жить. Правильно? Где? А ответ пришел такой, что это баланс нужен быть. И чувство такта, и чувство контекста. Гарденской помер. Да, я знаю. Знаешь? Да. Буквально вот в субботу возил детей на соревнования, а в воскресенье взял и помер. Уснул и все. Да. Ну, смотри. Поэтому как ты тут... Вопрос... Да. Тяжелый. Хочу сказать так, что как кто-то сказал, мы умираем в принципе каждую ночь. Засыпая, мы не знаем, проснемся мы или нет. По сути, вот как бы... Не знаю. Мы не знаем, проснемся мы или нет. Проснувшись, это как бы новая жизнь начинается. Поэтому ты как-то один раз сказал, не в годах считать, а в днях. Супер. Это... Откуда ты это вычитал? Откуда ты это вычитал, я не знаю. Но идея... У меня, ну, пришла должность... Да. Но идея хорошая. То есть, ложась спать, мы в принципе прощаемся с жизнью. Потому что... Мы подводим итоги. Мы подводим итоги. И, кстати, многих в различных конфессиях, писаниях, мудрецов, и об этом много говорится, что заканчивается день, подведи итог дня, успокойся, прими то, что пришло. Как бы, да, то, что есть, то есть. Ложись спать, будет день, будет пища. Вот. Зачастую, то, что мы сидели, это уже давно у многих утрачено, никто этого не делает. Вот это правило, так называемое, или традиция, как ты сказал, да? Поэтому я бы так хотел сказать. Хочу, конечно, засыпать и просыпаться как можно дольше. Конечно, хочу так же, как и все, качество, чтобы в моей жизни было... Улучшилось. Каждый новый день улучшалось. Исходя из того опыта моего, предков, да, или людей, которые меня окружают, я бы как бы делал какой-то анализ критический или какой-то такой. И это меня бы как бы взбадривало, да, периодически. Продолжение следует...